ну что друзья всем привет сегодня будем мы дефектовать литрового хмырька будем смотреть что у него с вариком будем менять масло будем менять масло в моторе редукторах карабасе соответственно будем смотреть как настроена тяга на переключение кпп но и в принципе все все понемножечко сейчас пока будем начнем со всего этого дела разбирать начнем соответственно с коробки сначала масло сольем дальше потом полезем ну заменим все дальше полезным вариаторы все в принципе накатные буду по возможности снимать что было понятно что чего и как как он все там состояние находится ну все до следующего кадра чик чик по сути решил я сделать обслуживание полностью во все узлы залезть которые возможно чтобы один раз это сделать и больше туда не залазите будут знать спокойно что это все дело отслужил и так пробежимся что в принципе я успел сделать что мне предстоит знаете на что стоит обратить внимание значит сделал я фактически уже точнее уже был сделан свет его нужно будет доделать закрепить в это места но есть проблема под названием на фаре болтается вот эти вот элементы надо будет что-то думаете крепить в боковые вещи боковые боковые крепления вот в принципе так вот выглядит фара у нас она будет стоять треугольники но это в планах а дальше посмотрим как это руки до чего дойдут так это первое второе что тут у нас дальше есть в процессе все нужно будет оплоснуть помыть просто грязюка еще после покатухи не помыто ну в принципе просто по на улице сейчас снег решил уже ладно залезть это сделать прочистил пропылесосил заменить фильтр воздушный на это ладно все мелочевки пройдемся по вариатору вариатор я весь раскидал здесь что обнаружил наружу что здесь это колечко нужно будет поставить потому что она уже все превратилось путь за счет этого не вращается ведомый шкив и соответственно передача заметил что включается не очень хорошо ну вот из таких моментов ремень у нас достаточно хорошем состоянии оригинальный еще походит и достаточно долго еще походит главное соблюдать rotation ладно это опять мелочевки все из таких вещей на что стоит обратить внимание такие самые более-менее геморройные геморройные так что тут у нас по факту у нас лифтил лифтил этот рычаг в нем сдохли все подшипники вот эти есть не буду показывать были заморочился уже вот соответственно заодно и прошприцевал он той замечательной штучкой эти подшипники чтобы они больше ходили чем больше там смазки тем меньше воды тем дольше они ходят ну и соответственно прошприцевал все вот эти элементы все вот там прошприцевал самое главное не забываем карданы их прям обильно прошприцевал но соответственно коль я вытащил их привода вот эти элементы все то есть сальничка почистил снова смазочки такой набил чтобы создавался масляный клин далее вот это все защиту я удалю вот один часть уже снял потому что из-за нее достаточно много грязи набивает и вот тут было дело такой аж пыльник провернула потому что трава наматывается если его время покатухи не убрать то она соответственно будет так вот пыльники проворачивайте может порвать соответственно здесь снял станет с другой стороны а так у нас у примерно все как-то в таком виде переходим сюда сейчас здесь точно такую же операцию проведу здесь все прошприцую проделала также есть прошпрессовать опять же здесь тоже почищу старинчики дальше нужно будет снять что-то тут эта часть дребезжит надо будет выиграть посмотреть и скорогасители почистить проверить в целом как в общем таких мелочёвок как бы больше все большая часть прикрутить обслужить заодно сейчас этот как раз подшипничек нужно будет прошпрессовать но по виду такой как будто его стоит заменить но не люфтит на удивление не люфтит не люфтит но как-то так ну до новых встреч дальше покажу что получилось итогов вот такая вот красота сейчас считаю жопы нет все разобрано лишь передок буду разбирать так короче пришла и начать заменить трос то что тросу абсолютно из дец настал помимо всего прочего ребятку надо обслужить потому что она любит обслуживание тем более то супер юнчик с или 3000 достаточно хорошая лебедка но она любит чтобы ее обслуживали полностью набили смазки чтобы она фактически у нас не получилось такое чтобы она водичка напилась и потом где-нибудь в самый ненужный момент приказала долго жить собственно говоря вот такие вот дела так что дальше продолжим с этим меня спасает очень вот такой гайковерт райобе 2 амперный 400 ньютонов крутит как заявляет насколько это так хрена узнает ладно суть не об этом дальше у нас что кстати хотел сказать самое важное соответственно вытащил я все подшипники они не люфтили в одном рычаге в другом люфтили но когда я всех вытащил они все в принципе были закисшие то есть они не работали поэтому если у вас нет люфта но вы в принципе понимаете что давно поплавлю разбирайте меняйте их также ступичные все я прошприцовал посмотрим сколько они еще проживут в целом как-то все это выглядит вот так все прошприцевал также смазочку соленчик сразу забил чтобы носу на сухую не крутился и в принципе он создает масляный клин дальше движемся чего тут у нас он у нас что надо у нас наш в принципе все по накатаны будет обслуживаются что у нас там останется еще из таких вещей вышел из строя переключатель ближнего дальнего света эти все кнопки работают но это не работает короче вышел из строя приключилась такая фигня сейчас покажу почему-то расплавилась дорожка 1 такая там стоит под этой штучкой пружинка вот как вот здесь пружинка и на фактически меня при переключении света переключает не замыкает контакт все это дело конечно очень весело но оно не работает короче заказала на следующей неделе заберу поставим подключим что на гря геморрой вот там большой так вот переключатель вытащить будет возможно я просто здесь заменю просто выключатели поставлю подключу его и в принципе забью что здесь наверное все таки вроде все достаточно неплохом состоянии скажу что здесь надо будет требуется только небольшого такого службы под закисший из-за влаги и вербишки страдает этой фигней ну что поделать все почистится легонечко пошкурится все сделается но в принципе дальше по накаты нас пойдем до встречи в следующем кадре